Девушки отдыхают Потому что в патче 9.20 нехило так апнут, во-первых, паттаны 9-го, а М46 усилят ему лоб башни, а также поменяют башню на М48 паттан, отчего он затанкует, и я думаю, многие игроки бросят его либо качать, либо играть на 9-10 уровне, ну и соответственно, кто будет выкачивать эту ветку, это видео будет полезным, потому что я расскажу здесь свои личные впечатления, по крайней мере, про восьмой уровень, про першинга, как на нем играется, как танкует он или не танкует. Закинул он нас на карту Хайвей, еще при старом балансировщике, том, который просто шестерок к восьмеркам просто на мясо закидывал, ну вы сами все видите, там мало шестерок, в основном восьмерки, семерки тоже как мясо идут там буквально, ну был такой у нас балансировщик интересный. В общем, не в этом, наверное, дело, играю на перши здесь еще в те времена, когда 9-17 патч был на дворе, и у меня, замечу, топовая пушка, но стоковая башня, и вот в этом, наверное, главная проблемка этого боя была, ну, на то время. В принципе, очень неплох першинг, даже с стоковой конфигурацией, ну там у него такое, конечно, орудие себе, но если выкачать топовое, можно катать даже на стоковой башне, то есть на заметку возьмите себе вот этот момент. Ну и здесь стандартный разъезд такой в город, я решил поехать, потому что был уверен, что здесь будет основная часть противников, потому что у них такой более тяжелый сетап. Ну и дисбаланс по ПТ, вы сами все видите, у нашей команды их там Борщ, только Як-Пантера, а у противника там ИСУ-101 и ИСУ-шка была. В общем, нас поджали в городе, и так неплохо поджали, и время бы, наверное, рассказать про какие-то достоинства танка, но тут происходит какое-то вообще непотребство, нас поджимают так круто, что арта карает, а, кстати, да, еще и арта здесь была не порезана, то есть было все довольно-таки печально в том патче в 9.17, и приходилось как-то выживать, поэтому, наверное, и горело. Хотя, в принципе, это не перестало меня удивлять, давайте перейдем все-таки к першингу. У нас из плюсов, наверное, орудие, которое пробивает на голде охренительно много, 260 с копейками, и башня, которая в топовой конфигурации дает 400 обзора, то есть прокачать обзор можно вентиляцией, различными модулями, оптикой. Сейчас еще усовершенствованное оборудование появилось, которое можно за боны будет приобрести. Ну и вот, в бою убивают наших союзников, всех в городе, причем довольно-таки быстро это все произошло, за минуты 2-3 буквально противники ворвались. Я предпринимаю решение отступить, потому что на базе у нас лев, да и арта есть, еще поможет. Я думал, все, надо отступать, остается либо настреливать, либо что-то делать, а потом понимаю, что, во-первых, лев на базе хорошо-таки стреляет по моему засвету, только я не пойму, почему он на базе стоит, но это оставим на его совести. Вот здесь вот получается убивать у меня М4, это очень хороший и важный фраг, наверное. И я решаю, а почему бы мне не поджать вон ту башню, вон ту водонапорку, за нее как-то встать, посмотреть, посветить. И происходит интересный, эпичный момент, который я никогда не забуду, наверное, в этом бою. Светится Эмиль, ну, в принципе, он там стоит же, где и стоял. Я думал, он уехал на самом деле. Я его пробиваю с вертухи куда-то, непонятно. Хотя, на самом деле, я голдой стрелял, поэтому, в принципе, все закономерно и рационально. Ну, и он на меня упарывается и, в принципе, получает свое законное в борт, свои законные, сколько там у него хп осталось. Все, я решаю, что мне пора делать ноги, наверное, с этого города, потому что непонятно, кто приедет сейчас ко мне, может быть, с устов. Я решаю перестраховаться. Ну, и пока в бою настает момент, когда нихрена не происходит. Извините меня за такое выражение. Я расскажу вам про статистику, ребят. Итак, на самом первом месте наш першинг находится по проценту побед. Вы только вдумайтесь. На первом месте по ветке прокачиваемых танков. То есть, из СТ-8 взята выборка. Самый хороший рейтинг побед у нас на сервере 51,22 за все время. 582 тысячи игроков выкачало этот танк. Ну, в принципе, цифра достаточно неплохая. С учетом того, что новая ТВП Чехословакии, ну, господи, там одна ветка, выкачала 510 тысяч и процент побед у него 50,29. То это неплохие достаточно результаты. Поэтому я бы сказал, что неплохо держится наш танчик. А все потому, что он универсальный. У него и орудия есть. И обзор охрененный на самом деле. 400 метров для восьмого уровня. Это, ребята, топовые цифры для десяток, можно сказать. У Батчата 400 метров обзора. То есть, боевое братство, вентиляция, возможно, ну, оптика, да, соответственно. Вы прокачаете свой обзор настолько, что, мама не горюй, орудие пробивает 190, но голдой оно пробивает 264 миллиметра. Это, ребята, просто топ. То есть, вы заряжаете голду, если вы хотите реально каждый бой, там, получать 2К среднего. И просто на голде катаете. Все. Все проблемы ваши уйдут. Мобильность достаточно неплохая. Ну, не рекордная, конечно. 16,5 лошадок на тонну. Он бодрый, резвый? Нет, я бы не сказал. Но он неплохо разгоняется и, в принципе, максималку свою набирает. Достаточно быстро, если можно это сказать. Поэтому танк, в принципе, универсальный боец, как говорится. Единственное, что у него брони нету. Маска, может быть, что-то и танчит, мало что отскакивает. В основном все залетает. С новым балансировщиком он неплохо-таки заиграл. В принципе, с тремя десятками только, если и попадает. Для восьмых уровней это хорошие результаты. Ну и вот, бой подходит уже к завершающему своему этапу. Я стою на базе до сих пор. Там домики ломал, что-то делал, короче. Для того, чтобы высветить ПТ, если они вдруг приедут. Но они же, зараза, не приезжают, не светятся, не хотят упарываться. Лев поехал наш на базу. Кстати, замечу, такое очень грамотное, правильное решение он тут сделал. Я стою за водонапорной башней и до сих пор никуда не хочу ехать. Почему? Потому что я шотный и как бы смысла особого нет у кого-то ехать. Ну и тут получается, что у водонапорки я засвечиваю и суху, и засвечиваю сам. Как это получилось, не спрашивайте. Каким-то чудесным образом просто засветил. Плюс тут еще избегаю артобстрела. Арта, кстати, в тот момент жестко карала. Она могла меня просто сваншотить. И здесь я замечаю, что приехала фуловая 44. Ну, сушка в смысле. Это жесть была. Вот этот момент просто такой смешной, во-первых. Посмотрите, как я буду сейчас бегать вокруг этой водонапорки от сушки. Ну, потому что я шотный, я боюсь буквально любого выстрела. Не замечаю и суху, и только вот в этот момент, смотрите. Просто от выстрела в фугасы я смотрю, кого мне первым убивать. Выбираю и суху, потому что она шотная, а это парень перевернулся. У нас лев убивает арту, и здесь я добиваю сушку. Блин, как я смеялся в тот момент, ребята, вы даже не представляете. Вот такой вот комичный бой, с одной стороны. Я оттянулся на базу после того, как враги задавили. Получилось все очень хорошо, ну, благодаря тому, что никуда я не упоролся, и враги полезли. На этом все. С вами был Definition. Заключительное такое резюме по танку. Он неплох, благодаря тому, что у него есть орудие пробивное. Какая-никакая подвижность. Универсальный боец, который играет за счет рельефа в основном, потому что углы наводки у него достаточно неплохие. И за счет своего орудия. Кому-то нравится броня, кому-то нравятся хрустальные пушки, а этот такой среднячок. И брони вроде не особо какой-то есть, но все-таки может что-то потанчить. Вот на этом все, ребят. С вами был Definition. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравился этот видос. Если не понравился, пишите в комментариях, что не так. С вами разберем. Ну, скорее всего, нет. Поэтому все. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok